...действительно лучших показателей и результатов, являющихся примером на службе и повседневной жизни. Среди 16 награжденных защитников Ренат Фазулгафаров. Его отметили в номинации «Профессионализм». Ренат работает помощником начальника следственного изолятора. До этого трудился участковым. В органах он больше 20 лет. Сохранять порядок и показывать пример другим – это почетно, уверен мужчина. Должен быть психологически устойчивый человек, образованный. Показывать пример другим сотрудникам. На этом примере учились другие. И также сами заключенные под стражу тоже надо обращать внимание на авторитетов. Михаил Карпухов вручает награды героям. Полковник запаса, офицер. В органах он прослужил добрых 30 лет. Большую часть из них отдал уголовному розыску. За время службы раскрыл много сложных дел. Сегодня получать награду из его рук – честь. Сам же Михаил рад, что зал полон молодых энтузиастов с горящими глазами. А значит, вся огромная работа по патриотическому воспитанию молодежи не зря. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы молодежь понимала, знала, что такое совесть, честь, достоинство, уважение к старшим, любовь к родине. В премии 11 номинаций. Раньше она проходила только на уровне области. В этом году в советском районе решили задать традицию – поздравлять своих жителей отдельно. А номинанты районной премии уже могут претендовать на областную, которая состоится в конце весны. Хотим показать всем достойных людей, достойных жителей, достойную молодежь, чтобы они служили примером для всех. Мы ими очень гордимся. Безусловно, они являются гордостью и славой нашего района. Среди награжденных – люди разных возрастов, школьники, члены патриотических организаций и боевые офицеры, которые не понаслышке знают, что такое война и служба в органах. Выдвигали конкурсантов организации, в которых они успели проявить себя. Мария Левина, Константин Головин. События.